Передаем сигналы точного времени. Пусть всегда будет мама! Пусть всегда буду я! Слава Украине! Героям слава! Слава Украине! Началось все это еще 22 февраля, когда Путин признал о независимости ДНР и ФНР. Именно с этого дня я начал выходить в пикеты. Россия и Украина стали еще на один шаг ближе к войне. Теперь вероятность войны уже практически стопроцентная. У нас запрещены все мероприятия вовлечены. Я бы не имела, пожалуйста, убрать и почувствовать дурную площадь. Иначе вы теперь включены к административной ответственности. Я выхожу, потому что я не могу по-другому. Я морально готов даже к тому, что меня посадят в тюрьму в конце концов за это. Меня это не останавливает. Терпеть больше невозможно. Путин – военный преступник! Путин – убийца! Хабаровск против войны! Путин, ты не уйдешь от ответственности! Ты будешь гореть в аду! Николай, молодец! 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 Вот все люди, все 70 тысяч, которые выходили из-за Фургава в 2020 году, я хочу спросить у них, почему они не выходят сейчас против войны. Лично я этого не понимаю. Я хочу сказать, что я за мир. Я не согласен с тем, что происходит сейчас. Нет ядерной зиме! Молодец! Сейчас просто настало такое время, что нам нельзя молчать. Мы должны четко сказать, что мы против. Мы хотим хотя бы высказываться в кругу своих друзей на работе, когда вы слышите какие-то одобрения за эту якобы операцию. Пожалуйста, не молчите! Говорите! Вставайте в горы! Мы не боимся! 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 Выставка околого кинотеатра Победы для сторонников спецоперации несколько мрачена актом. Ну, если не вандализма, то проявление иной гражданской позиции. Говорят, что сам кинотеатр Победа открестился от этой выставки, заявив, что не имеет к ней никакого отношения. Как и другие акции, такие акции, выставки организуются часто при поддержке чиновников. Украина нарушила все минские соглашения. Вы идиоты! Оскорбления не помогают взаимопониманию. Аргументы продуманы. Россия нарушила все отношения. Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! По маме я украинка. Я переписываюсь, общаюсь с друзьями, получаю сообщения от родственников своих друзей. И присылаю совершенно ужасные фотографии, видео, сообщения. И самое, на мой взгляд, ужасное и трогательное, что самые теплые слова поддержки мы получаем именно из городов, которые бомбят во время специальной операции солдаты вооруженных сил Российской Федерации. Степанов Владимир Владимирович, ветеран Отечественной войны и Второй мировой войны. Никогда мы не думали, что так будет в нашей стране. Страна победителей фашизма, вероломное нападение на дружественную страну, славянская страна. И сейчас происходят там страшные события. Он каждую субботу выходит сюда в протестном, выходит на каждый митинг, на каждую акцию протеста, несмотря на свои годы. Вы таким образом хотите людям подать пример, то, что нужно не бояться отстаивать свои права? Ну, я, да, в какой-то мере я прихожу. Если там раньше были митинги, я на митингах регулярно выступал. Выступал после 24 февраля с протестом, то, что творится. То есть вы не поддерживаете специальную военную операцию? Ну, какая-то операция. Если 11 миллионов беженцев рыскают, бегают с детьми, все бросили, хозяйство в квартиру бросили и прячутся по Европе с детьми. Ну, какая это? Это все ясно. Все гулять! Гулять! Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо. У вас кто-то погиб? Нет. Просто я сегодня утром не знала новости. Гвардии капитан. Это дедушка. Это ваш дедушка. Бессмертный полк. Я против войны в Украине. Я против любой войны. Все, я в шоке. Я в шоке, что мы объявили войну Украину. Путин уходи! Путин уходи! Хой! НЕТ! 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 Ай, нет! А вы в какой отдел для Москвы идёте? Сейчас моё требование. Уберите ползарку. Уберите, сравните. А как ты думаешь, вообще, что-нибудь мы сможем поменять? Мне кажется, если каждый человек найдёт в себе силы, то да. Единая Россия оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям, а также тем, кто остался в Луганске и Донецкой народных республиках. За народ! За президента! За победу! За народ! За президента! За победу! С первого дня проведения специальной военной операции Единая Россия оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям, а также тем, кто остался в Луганске и Донецкой народных республиках и на освобождённых территориях. Донецкой народных республики Не надо выхватывать. Давайте это... Не надо раздавать. Нарушение законов! Да тупое нарушение, журналист! Не препятствуйте! Отойдите! На пять метров! На пять метров! Отойдите! Отойдите на пять метров! Мы и так стоим! От автобуса! Не препятствуйте! А то забедуй вас! Мы не препятствуем! То есть мы так нищие! Чего у меня вот пенсия там 15 тысяч? Попробуйте вдвоём на неё прожить! 15 тысяч пенсия! Мы живём с ребёнком вдвоём на эту пенсию! Она учится! Она не работает! Нет, чтоб вот эти деньги на нас нищие! Мы бомбы туда кидаем! Миллиардные бомбы в долларах! Не в рублях! В долларах! И убиваем там людей! Разрушаем города! Ну это как? Это ну... Я не знаю как объяснять людям! Чтоб выходили не боялись! Мы всех не пересадят! Ну не могут они всех посадить! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Мне жена говорит, первое, что бы я сделала, если бы это всё кончилось, я бы хотел бы волонтёрам останавливать Украину. Потому что вот это чувство вины, да, оно есть. Если говорить о тех акциях, на которые я выходил здесь, да, они прежде всего были продиктованы. Моим чувством личного стыда какого-то за то, что происходит, и делается от моего имени. Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Ваша война незаконна! Ваша война незаконна! Не боюсь! Наши акции могут выглядеть жалкими, смешными. Беспомощными. И если мне мои украинские друзья скажут, ну ты, ну слушай, ну мы тут под бомбами, вот, а вы даже не можете там что-то сделать, я, я, ну я это приму, да. Но, тем не менее, вот это чувство стыда, оно заставляет делать что-то, чтобы хотя бы сказать, что не весь русский народ, не все россияне, вот, зомбирована этой пропагандой и готовы отдавать Украину на съедение Путину. Уважаемые граждане, я сообщаю вам, что указанные мероприятия не согласованы органами местного самоуправления. Участие в нем нарушает требования федерального закона о собрании и их основании. Возвращаем к земле, вон, радует ли архитект. А там нет возможности, на столике… Возвращаем к земле, вон, вон, вон. Ну, там я вон, вон, вон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все время мусорить, целовать Родина – это бабушка, нищая на вокзале, продающая картошку Вот это Родина Здравствуйте, друзья! Я думаю, половина зала за войну, половина против Так? Нет, больше... Против! Давайте я спрошу, больше за войну? Против! Или против? Против! Ну, это удивительно, честно говоря, ладно Я Фролов Татьяна Ивановна Имею честь представиться Да, меня несколько раз задерживала полиция Я узнал, что такое обезьянник Вот Все это очень круто Я до сих пор даже не могу прийти в себя От ощущения того, что творит там наша армия Разрушая при этом сотни городов Убивая, насилуя, грабя Мне стыдно за свою страну Мне стыдно за власть Или даже за народ В общем сложности Которые позволили этой власти существовать 20 лет Вы знаете Говорить что-то Путину Это смешно Здесь не надо ничего говорить Здесь нужно просто Вытащить его из бункера И гадский суд Вот и все После объявления президентом Владимиром Путином Спецоперации на Донбассе С целью защиты мирного населения Реакция в регионе не заставила себя ждать Я считаю, что это стопроцентное вторжение В суверенное государство Россия напала на Украину Совершенно вероломно, подло Напала Это ужасно Это трагедия Я просто все это время Сначала этой спецоперации Нахожусь просто Наверное в депрессии Очень сильно Я не знаю, как с этим дальше жить Я не знаю, как жить в этой стране Наверное Уже теперь Я ужасно к этому отношусь Мне очень больно Я сдерживаю слезы Когда говорю об этом с кем-то Но я их не сдерживаю Когда остаюсь сама с собой Потому что, наверное, мне проще Проплакаться для того, чтобы потом Взять себя в руки Сказать, все отлично Все нормально Мы живем дальше Мы обязаны выжить в этой ситуации И как бы нам стыдно потом не было Мы обязаны восстанавливать И свою страну И я не знаю, как нам каяться Перед украинцами Но и им помогать тоже Потому что Война однажды закончится Верю, что это Очень недолго будет происходить Потому что Весь мир сегодня Оказывается, наш враг А враждовать со всем миром В той степени интеграции И в экономическом смысле И в общественном И в политическом В которые мы за 30 лет Уже вошли Мы интегрированы Бесконечно в этот мир Невозможно в изоляции существовать Пострадаем мы Мы заложники Большинство населения Но эта власть сгинет На мой взгляд И очень скоро Это просто безоговорочное зло Зло И вот не зря Такое совпадение Что вот этот символ Всей операции Вот эта вот зига Вот для меня Это одна ассоциация Зло Вот и все Бессрочный протест Против войны Смоленский активист Виталий Цицуров Ежедневно выходит На одиночные пикеты Против полномасштабного Вторжения России В Украину Акции он проводит Неподалеку от здания Администрации Смоленска Напротив управления МВД Виталий развенчивает Пропаганду И рассказывает Прохожим правду О военной агрессии России Ссылаясь при этом На статьи ООН Или официальные заявления А вы каждый день Выходите На одиночные пикеты Пытаетесь Смолянам Донести Свою точку зрения Почему вы это делаете С ущербом Для себя Ну Я не могу сказать Что для меня Какой-то есть ущерб Скажем так Ущерб для нас всех Уже наступил И он будет только Увеличиваться Но я пытаюсь донести До Смолян Простую мысль О том Что Вот как раз сейчас Нужно отбросить Вот эти все Фразы о том А что это изменит И прочее И нужно просто Не бояться Сказать Вот Вслух То, что вы думаете Вы имеете на это право Мы имеем На это право И мы должны сделать Это именно сейчас А как вы думаете Почему Ну вот женщина Сейчас говорила Что вас надо В полицию забрать Потому что Запуганные Начальство Девочки Поймите Когда ваша страна В войне находится Нельзя Вот это Вот это Вот это Нельзя Мы должны поддерживать Наших пацанов И вот это ерунда Вы не защитить пытаетесь Нет Вы совсем другими вещами Нет Это не защита Это не защита Вы пришли Возложить святы И вы против войны Я прошу Простения у отца За то Что мы не уберегли мир Я видел на меня доносы Это пишет один человек Да и черт с ним пускай пишет Я родился в Советском Союзе И сейчас получается так Что одна часть моей родины Напала на другую часть моей родины Понимаете Первое что я сделал Когда узнал Что 24 февраля Путин напал на Украину Я сделал маленький плакат Такой С той сволочь фашистская Назад Приехал Встал здесь На фоне На всемире Украине Свободу России С этим плакатом Сфотографировался И разослал по всем сетям Социальным Где смог Я могу сказать вот точно Что малый бизнес В основном Я бы сказал Даже процентов на 90 Это антивоенный бизнес Это антивоенные взгляды Потому что знаете Вот бизнес Это жизнь А война Это смерть Это похоже Как было в Германии Фюрер Также пошел Расширять свое пространство Вот Немецкий мир искал А сейчас вот Русский мир Нашлись у нас люди Которые Пошли бороться За русский мир Ну это вот и есть Нацизм Субтитры создавал DimaTorzok Ко мне просто подходят И мамы С колясочками И детишками Мы абсолютно Мы все очень Все что вы рисуете Говорите Мы абсолютно все это поддерживаем Все но мы Боимся Боимся Выходить Каждый день Тысячи людей В городах по всей России Игнорируют запрет властей И выходят на мирные акции протеста С требованием прекратить военные действия На Украине По количеству задержаний За антивоенные выступления в России Петербург Занимает второе место 5 тысяч 423 человека Были задержаны в Питере Начиная с 24 февраля Это данные УВД-Инфо А на первом месте Понятно Москва Было бы странно, если бы нет 8 тысяч 949 задержанных Протестующие выходили и на Красную площадь Смотрите сами И к Белому дому Да, чаще москвичи выходили по одному И молча Просто с плакатами Тех, кто пытался высказаться Обрывали на полусловие Ну или на полурифме Как пенсионерку Ирину Трифонову На Манежной площади Она начала читать отрывок Из поэмы Роберта Рождественского «Реквием» Хотя декламирование этой поэмы Часть официальной Государственной минуты молчания Есть у вас комментарий какой-то По ситуации? По ситуации? Да Наверное Но только он такой Чуть-чуть подумал Хорошо? А когда была маленькая Я со сына читала стихи Маленький кусочек Могу прочистить? Люди, по году сердца стучатся Помните, какую цену в своем счастье Пожалуйста Помните Подождите Пожалуйста Моги заохранчивые Там же На Манежной Произошло и знаменитое задержание За два слова Всего два слова И миллионы просмотров в Ютьюбе Я просто хотела спросить Как вы думаете Если Здесь просто сказать два слова Меня это сейчас арестуют или нет? Вас уже задерживают Меня же вообще не смотрят на то За что задерживают Они вот подбежали ко мне сбоку Они даже не видели Что на этой табличке написано В принципе У нас сейчас за что только не задерживают С таким же успехом Вот можете выйти с плакатом Где написано будет Россия И вас тоже задержат тут же И штраф выпишут Два слова Марина Дмитриевой Стали и вирусным роликом в интернете И источником вдохновения Для тех, кто до этого Не собирался протестовать Нас вдохновило это видео Мы решили выйти с такими же плакатиками У меня было написано одно слово У подруги было написано два слова Вот такие кристочки Дорога Так, две девушки Смотрите, усиление Усиление Их задержали Отвезли в отделение полиции На утро отпустили Ну, в общем, обычное дело А потом Айенкова и Перова Снова вышли на улицу На этот раз в пять утра К зданию Министерства иностранных дел Российской Федерации Видимо, фото, которое мы сделали На фоне мид в белых плацах Завитых красной краской Было настолько ярким И впечатляющим Что оно попало в СМИ И после этого Очень сильно разошлось По всем репостам Его зарепостили Очень известные издания И известные политики И после этого Произошла такая огласка Такого уровня Что нас начали разыскивать По городу Для того, чтобы задержать И дать нам статьи За то, что мы сделали В 2022 году Российские власти Побили рекорд Рекорд борьбы с протестами По подсчету наших коллег Из ВД-Инфо Из-за антивоенных выступлений Было задержано Около 19,5 тысяч человек Это действительно рекордное число За последние 10 лет Кроме того Возбуждено более 300 уголовных дел Все по той же антивоенной теме На первом месте По популярности Среди силовиков Статья О фейках Про российскую армию Статья 207.3 УК Она появилась уже После начала войны Именно по этой статье Московский муниципальный депутат Алексей Горинов Получил 7 лет колонии А политик Илья Яшин 8,5 лет И что теперь? А вот смотрите Свежие фоточки Из Телеграма И цитата Из итоговой аналитической статьи Издания Верска Совместно с УВД-Инфо Количество людей в России Настроенных против войны Больше, чем кажется Без задержаний С конца февраля Прошло лишь 18 дней То есть практически каждый день Кто-то протестует против войны Конец цитаты С новым антивоенным годом! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok